всем привет вы знаете что нужно делать не знаете сомневаетесь а я знаю абсолютно точно не бздеть извините за грубое слово и поддерживать бодрость духа пока мы бодры пока мы сильны ничего страшного особенно с нами не будет на самом деле вот что я думаю и кстати говоря если вы считаете может быть кому-то кажется так что я всегда был таким умным и всегда уже думает обратно так вот если я всегда слушал джаз джона маклафлина калтрейна и прочие кин кримсон то нет я слушал их много десятков лет но живу я еще дольше и в детстве я был точно таким же парнем как и современные парни 14 13 15 лет не слушал примерно такую же музыку просто тогда она была немножко другая вот у меня тут макой тайнер о котором я расскажу как-то чуть позже а за макой тайнером скрывается вот эта удивительная пластинка которая когда-то меня потрясла до глубины до глубок до глубины до глубины души меня и моих одноклассников и на уроках география астрономии биологии истории математики русского языка и литературы очень много советской школе было предметов и все они мне кстати говоря пригодились мы напевали в пол голоса чудесные песни записанные на этой пластинке слэйт лайф вот такая она красивая слэйт лайф вышла пластинка в 1972 году а записана она в 1971 сейчас я покажу все прелести которые здесь прилагаются но это переиздание конечно здесь много информации написано ну и надо сказать что пластинка достойно такого оформления потому что многие до сих пор считают что это один из лучших концертных альбомов всех времен и народов не скажем что самый лучший потому что самый лучший невозможно определить но если говорить о рок альбомах то это безусловно один из этих самых лучших ну вот еще одна бумажка здесь тоже затесалась потому что это такой пьюрок чистый рок рок в чистом виде чище не бывает час чанглер продюсер группы слэйт как известно в прошлом бас-гитарист группы animals и продюсер джимми хендрикса или менеджер джимми хендрикса можно по-разному называть потому что в те годы совмещались зачастую эти понятия менеджер заниматься продюсированием иногда продюсер занимался менеджментом в общем все так вертелось крутилась все эти регалии были с нашей точки зрения вообще условно потому что это сейчас такая строгая табель о рангах и не дай бог продюсеру назваться менеджером тут же его размажут а тогда все было проще да и музыка была повеселее прямо скажем так вот у группы было к 71 году два крупных хита это cause i love you и get down and get with it мне кажется да а может быть и нет get down with it наверное да эта песня была крупным хитом и было записано два альбома первый я не слышал никогда в жизни как-то он до меня не доходил под названием об ролл слэйт еще группа тогда называлась а второй play it loud у меня был я его слышал он мне нравился даже но он слишком сложный для группы слэйт музыкант это кстати не последние здесь играли и и и например джимми ли который на бас-гитаре и на вокале числа числился в группе слэйт он вообще скрипач с классическим почти что образованием и автор большинства песен группы слэйт ну состав всем известен ноди холдер вокал гитара дэйв хилл лидер гитара вокал джимми ли бас-гитара вокал о вокале кстати тут отдельная история потому что поет коллектив замечательно не зря сейчас чендлер в общем за них взялся он человек был серьезный и дон пауэлл ударные так вот было два хита два альбома которые были так себе в продаже и чендлер решил нести удар теми силами которые у слэйда накопились и работали лучше всего записать концертный альбом потому что группа была исключительно концертная и на концертах приводила публику в экстаз так же как и битлз наверное в свое время кстати говоря пол маккартни сказал что группа wings его к тому времени уже существующие к 71 году не стремится занять вершины популярности такие которые занимал группа the beatles когда-то потому что это место уже занята и занята она группами слэйт и тирекс вот такая расстановка сил была в англии 71 году так вот чем чендлер снял небольшой зал зал чтобы мне вас не обмануть назывался команд циата studio это небольшой театр на 300 мест и там же студия оборудована для звукозаписи и в этом театре три ночи подряд группа играла для фанатов кстати какой был кайф они дали они дали объявление фан-клубе и 300 человек три ночи приходили на эти концерты зал был забит битком потому что на 300 и рассчитан но это кайф представляете зал на 300 мест 300 человек это немало на самом деле для такого ограниченного пространства это очень круто и эта крутость здесь вовсю работает то есть настолько настолько чистый рок без примесей без никаких без всяких хотите услышать рок-музыку вот она вот она чисто бить а потом уже пошли усложнения ответвления деление на стиле какие-то туда-сюда есть дженесис и и прочие раши и king crimson а а здесь просто чистяк абсолютный химикален первая песня начинается тихонечко и поют двухголосье чистенько здесь вообще никто не кричит сначала поют чистенько потом врубается за первым куплетом вся группа с такой адской громкостью с таким ревом с таким драйвом что кричать даже не надо там катит музыка сметая все на своем пути играется соло гитарная которая поднимается вверх по ноте вот так вот и снова лом и снова лом и все уже в публике орут кричат хлопают полное безумие какой-то момент все стихает остается две ноты на бас-гитаре остается публика готовится к прыжку и прыжок совершается когда группа врубается снова и в общем это начало более чем достойная и like a shot from my gun следующая песня которую тоже написали музыканты слейд холдер или гимнообразная аккордовая такая аккордовая рубилова просто простенькая и со вкусом что называется дарлинг бихом сум песня неожиданная совершенно песня джона себастьяна джон себасти бастин фолк певец который на акустической гитаре исполнял красивейшие нежнейшие тишайшие свои песни и вот эту вот дарлинг бихом сум слэйд превратили в адская совершенно рубилова в середине правда на начинается тихонечко почти как у себастьяна только с электрическими инструментами потом переходит в рубилова страшный рок тяжелый гитарный рок потом пауза опять бас с гитарой тихонечко играют музыканты чуть-чуть общаются с публикой потом то ли холдер то ли кто-то громко рыгает микрофон от чего публика размикает просто в восторге и снова начинается заруба снова пошел тяжелый гитарный рок ну но хуева тоже такая своеобразная своеобразная стадионная песня тяжелый стадионный рок который исполнен в клубе на 300 мест в театрике на 300 мест очень даже миленько ну миленько в том смысле что сметает и прижимает к дивану неполовозрелых еще юнцов каким я тоже когда-то был и запоминается на всю жизнь потому что даже вот сейчас я помню те же ощущения когда ставлю эту пластинку те же самые ощущения меня не скажу что разрывают на части но поднимают немножко вверх keep on rocking песню которые написали музыканты слэйт вчетвером но она все равно она выглядит как классическая песня если не чака берри то всех рок-н-ролльчиков вместе взятых keep on rocking рок-н-ролл кричат они заявляя что сейчас будет настоящий рок-н-ролл this is the рок-н-ролл сначала такая фраза и пошел настоящий чистый бескомпромиссный абсолютно рок-н-ролл с дикими криками уже вот здесь уже на второй стороне уже начинает кричать холдер уже кричит так что кажется так кричать невозможно человек так кричать не может но кричать я не веду петь петь очень громко это называется кричать чем холдер здесь показывает все свои возможности как на keep on rocking так и на следующем номере get down with it своем собственном сингле авторство правда не слэйда этой песни но они сделали из нее полноценный убойный пробивной совершенно хит который уже этот зал на 300 мест по моему смешал с со светом прожекторов наверное зрители уже превратились в свет и звук потеряв свои тела потому что такой энергии которая припет перла с со сцены с музыкой артистов которые называли себя группа слэй такой энергии выдержит просто так человек не может жаль что меня там не было жаль что нас не было там есть такой рассказ у андрея битова хорошего ленинградского писателя жаль что вас не было с нами ну да ладно последний номер если кто любит группу степан вулф лучше не слушайте последнюю песню потому что степан вулф померкнет born to be wild исполняет слэйт с такой с такой уже мощью откуда силы берутся на последнюю песню вот так вот выкладываться ну и у меня есть страшное подозрение что час чендлер который занимался джимми хендриксом довольно долгое время здесь приложил руку к гитарной аранжировки потому что финале этой песни начинается такой гитарный хаос такой гитарный рев такие гитарные чудеса а-ля хендрикс правда в другой манере потому что хендрикс все таки играл посильнее поинтереснее чем здесь но здесь надо сказать что дэйв хилл покрыл свои гитары всех оставшихся в живых начинается там все просто он играет с ручкой громкости и так довольно в общем скромно и слушаешь примерно умеет парень умеет да интересный прием не очень оригинальный но умеет а потом начинается уже все уже пошел фидбэк уже пошли заводки уже пошли слайдом это трудно назвать потому что этот скрежет и вой которые хилл извлекала свои гитары это уже там не слайд не не ничто это просто уже какой-то душераздирающий не рев даже не звук а вопль вопль рок-н-ролла вот этот самый вопль рок-н-ролла воплощенный виниловой пластинки и есть слайд и лайф пластинка вышла в 1972 году вместе с ней потом вышел вот этот альбом слайд состоящий ложь из хитов а потом была пауза потом была пауза и собственно слайд как слайд вот на этой пластинке закончился потому что потом они превратились совершенно другую группу была пластинка old new borrowed and blue довольно спокойная и уже абсолютно брит поповая вещь слайд инфлейм мелодичная интересная кайфовая но уже совершенно другая стезя какая-то совершенно другая вот этого зверства рева уже не было ну может быть и к лучшему хорошего понемножку что называется пойду переслушаю что ли сначала пойду пить потом слушать эту чудесную музыку а на ночь обязательно послушаем макуэра таймера на этом я с вами прощаюсь до новых встреч с вами был я пока и пошел пить